Итак, дорогие друзья, нам осталось построить рукав. Рукав рубашечный, то есть он строится беспосадочным по длине проймы полочки и длине проймы спинки. Я взяла 30 сантиметров, так как мы здесь немножечко спустились, укоротилось, было 32, когда я примеряла, получилось у меня по 30, длина передней половинки 30 и длина задней половинки проймы тоже 30. Длина рукава у нас была 60, обхват плеча 35 и ширина рукава внизу получилась 27. Я бы хотела, чтобы прибавка была, ну, хотя бы 12 сантиметров к обхвату плеча. То есть мне надо не меньше 47 получить АВ. Рассуждаем дальше. Значит, я нарисовала линию низа, выбрала точку Н. От точки Н вверх я отложила длину рукава 60 сантиметров. Потом я вспомнила, что мы удлиняли плечо на 5 сантиметров, значит, я спустилась на 5 сантиметров. Получилась точка О. Затем от точки О вниз мне нужно отложить высоту оката рукава рубашечного, чтобы получилась точка О1. Как она находится? Высота оката рукава рубашечного меньше или равна 2 третьих ВДП. ВДП у нас 27. Подставляем сюда 27. 27 надо разделить на 3, получится 6, 9. И умножить на 2, получится 18. То есть меньше или равно 18. Чтобы, то есть я могу взять 18, 17, 16, 15, 12, 10, 9, 5, 6, 3, 2, 1. Но я возьму, и чем меньше я возьму вот эту величину, тем шире будет получаться у нас рукавчик. Я хочу, чтобы он был похож на вточной, чтобы у него не было заломов, чтобы его не крутило и не вертело. Бесконечной ширины рукава мне тоже не нужно. Чтобы заломов не было, я всегда беру вот это число. То есть от точки О вниз я отложила 18 см. Здесь у нас 18. Итак, берем в руки циркуль, делаем радиус равный 30. И рисуем дугу от точки О влево и от точки О вправо. Получились точки А и В. Меряем расстояние между ними. Вот это точка А, а вот это точка В. Меряем расстояние между ними. У меня получилось 48. Смотрите, как хорошо. А я хотела 47 как минимум. То есть у меня даже 13 см получилась прибавка к обхвату плеча. И я думаю, что нам надо такой рукавчик и оставить. Поэтому я начинаю его строить. Соединяем, как всегда, точку В и точку О. Точку А и точку О. Ширину рукава внизу надо выбрать. Конечно, это не будет 30-27 см, потому что это без прибавок. Но на сколько мы выйдем? Давайте выйдем на 34 хотя бы сантиметра, потому что 30 это очень мало. 34 пополам. Значит, я взяла прибавку. Ширина рукава внизу. Я хочу получить 34. Значит, я взяла прибавку 7. Прибавка к обхвату ширины внизу у меня получится, допустим, 7. И я нарисую АВ, вернее А1. В1 у меня будет 34. Откладываю влево и вправо по 17. Соединяем точки. Так, давайте построим АК от рукава. Значит, АО мы делим пополам. ОВ мы делим на 3 части. Это точка 1, это точка 2. Из середин полученных отрезков мы восстанавливаем перпендикуляры 2. 2, 1,5 и 1,5. На спинке у нас живет кусочек прямой линии. Берем лекала и соединяем по лекалу по касательной. Сейчас через 3 точки проводим. Теперь переворачиваем вот так и тоже через 3 точки проводим. Тут я не рассказываю подробно. Мы с вами умеем это делать и вы легко справляетесь с этой задачей. И вот такая от рукава у нас получилась. Можно на этом остановиться, а можно еще улучшить нашу выкройку, если ввести локтевую выточку, а затем с помощью нее перейти уже к двушовному рукавчику. Давайте, так сказать, это и сделаем. Значит, как получить выточку? Измеряем расстояние от плеча до локтя. Он у нас не очень высокий, но где-то давайте выберем эту величину. Вот здесь вот 36 сантиметров для него. Вот это получится линия локтя. Делим вот это расстояние пополам и откладываем раствор локтевой выточки. Я заложу сантиметра 2. Вот так вот заложила. Значит, на 2 сантиметра я должна удлинить свой шов. Удлинила. Значит, я должна перестроить свою линию низа. Серединка передней половинки я строю вот так. Ну и в конце... А, от этой точки мы отходим на 2 сантиметра. Это безымянная точка. И оформляем заднюю стенку рукава до выточки. Вот так вот оформили. Затем измеряем сторону выточки. И возвращаемся назад. Уравниваем их. И приходим вот сюда. Ну а затем, вы знаете, что нам надо низ рукава повернуть на 2 сантиметра. Вот эту точку поворачиваю на 2 сантиметра. Конечный результат вот так. Вот эту серединку тоже поворачиваю на 2 сантиметра. Это вот так. И вот эту точку тоже поворачиваем на 2-2 с половиной даже сантиметра делайте. И вот эту точку, конечно, тоже надо повернуть на 2 с половиной сантиметра. Но тут мы почти ничего не, как говорится, и не меняем. И вот так у нас получился рукавчик. Давайте я его тоже обведу, конечный вариант рукава, чтобы нам его было хорошо видно. А сейчас на этом рукавчике мы с вами построим двухшовный рукав. Как обычно делают на пуховиках, потому что вот эти вот заломы в области локтя все равно нужно сделать поворотики хорошие. Заломы в области локтя они никого не красят. Вот мы построили наш обычный рукавчик. Сделаем перерыв. Продолжение следует...